У меня самое любимое число, моё 25, я в 25 собираюсь. А есть какая-то кандидатура на примете? Пока ещё нет, но я думал уже об этом. Какой должна быть будущей твоя жена? Чтобы она хорошо готовила и хорошо вела уборку, и чтобы, когда я приходил домой, она не оставила на стол хорошие обеты, чтобы я приходил, чтобы всё было хорошо. Они грязные полы и какие-то там подушки, и грязные, и ещё такое. Судя по описанию, тебе надо жениться на работящей филиппинке. Нет, на красивой жене. А ты ей что? А я ей деньги. Сколько надо денег в месяц зарабатывать, чтобы быть женатым на такой идеальной женщине? Ну, 1500. Ну да. Я тебе хочу открыть один секрет. Как только ты будешь зарабатывать 500 тысяч рублей и ей давать эти деньги? Не, 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 я буду ей, я буду ей давать 65 процентов. А почему 65 процентов? А сколько, 95? Нет, нет, я не настаиваю. Откуда эта цифра? Не знаю, половину бы ей не хватило, а 65 в самый раз. Логично. Я шокирован прямо. Дим, ты самый разумный скрипачка, таких я встречал в своей жизни. Может, какое-то обращение к девушкам запишем? Вот скажи девушкам России сразу всем. Я Дима Кучеренко. В 2029 году собираюсь жениться. У меня следующие требования. Здравствуйте, дорогие женщины. Меня зовут Димитрий Кучеренко. Мне 10 лет. В 2029 году я собираюсь жениться. Требования. Первое. Чтобы ты нормально готовила и хорошо все было у нас дома. Чтобы, когда у нас здесь бывала бы кошка и собака, ты за нее все убирала. Третье. Чтобы ты взбивала подушки, когда я приходил домой. Четвертое. Чтобы приносила домой нормальный, а не какой-то там черствый хлеб. Пятое. И последнее. Пятое. Поняла? Чтобы ты меня хорошо любила. Свежий хлеб, и чтоб хорошо любила. Из-за кошки убери. Жалко, что я с тобой не встретился, когда мне было бы 10 лет. Я бы по-другому как-то строил жизнь, запросы свои. Потому что я сейчас за собакой убираю. И грызу этот хлеб, понимаешь? Понимаю. Да. А что, у вас нет нормальных магазинов? Не, есть, есть. Ты знаешь, я бы не углублялся в обсуждение моей семейной жизни. Потому что, как бы, понимаешь, там уже все, у нас все как-то устроено. И с твоими резкими суждениями я сегодня буду спать на улице, понимаешь? Ну вот. Да. А мне завтра опять на работу, чтобы вот денежку принести 65%. Да. Как выяснилось, нормальные люди-то отдают 65%. А ненормальные 10%. Да. Я тебе хочу сказать, Дима, ты не понимаешь, какое количество семейных бытовых конфликтов сейчас началось по всей России на почве высказанных тобою постулатов. Да, сейчас мужики сидят перед телевизором и говорят, 10-летний пацан тебе говорит, убери! Взбей подушку! Со свадьбы подушку не взбивала мне! Да. Люби меня хорошо! Да, ну я хочу сказать, Дим, просто... Ты мой кумир. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты знаешь, я даже не знаю, стоит ли после этого играть на скрипке, потому что... Мне кажется, твой талант устраивать семейную жизнь для всей России гораздо круче любого гениального исполнения на скрипке. Но тем не менее, если после этого, так сказать, ангельского детского домостроя, ты еще и сыграешь, это будет замечательно. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok